Качество магазинного мяса в Заурале оставляет желать лучшего. А если попадается качественное, то его цена бьет по кошельку покупателя. Так считает Львина Иксанова, студентка КГСХ имени Мальцева. И на голой критике девушка не останавливается. Она сама решила изменить ситуацию с мясным производством в регионе. Отправилась на курсы в бизнес-инкубатор, успешно их освоила и написала собственный бизнес-план – стратегию для открытия фермы по откорму крупного рогатого скота. Идея у меня в создании своего бизнеса появилась, просто я не хочу работать на кого-то, хочу работать на себя, и чтобы все мои возможности зависели намного больше от меня, чем от работодателей. По всем моим подсчетам это окупается. То есть, конечно, я планирую, чтобы и мне нравилось, но с другой стороны, цель-то должна быть самообогащение, обогащение людей, чтобы и ели все нормальное мясо. Работая над проектом, Львина сравнила все известные породы коров мясного направления и выявила ту, которая в зауральских условиях точно не пропадет – Гирифорд. Студентка уверена, что вырастить поголовье у нее получится, ведь за плечами не только почти пять лет агрономической специальности вуза. С раннего детства девушка знакома с сельскими буднями не понаслышке. У нас в семье все мои какие-то близкие – дяди, тети, сестры или братья – занимаются сельским хозяйством. Молочное, мясное, птицы. То есть, это то, что я знаю с детства, это то, в чем, как мне кажется, я разбираюсь. Ну, по крайней мере, знаю, как это все изнутри происходит. В конкурсе «Бизнес-идей» на получение гранта участвовали многие студенты, но в номинации «Сельское хозяйство» Эльвине Иксановой удалось вырваться вперед. Руководство «Бизнес-инкубатор» пригласило ее пройти дополнительное обучение в школе молодого предпринимателя, где ее идея приобрела уже более осязаемые формы. В итоге, после рассмотрения проекта уже на федеральном уровне, Эльвина имеет не только четкое представление о том, что и как она будет делать, чтобы реализовать свои бизнес-идеи, но и грант размером в 100 тысяч рублей. И это еще не последний шаг. Все-таки 100 тысяч рублей – это только начало бизнеса. Сейчас будем помогать ей уже готовить проект для того, чтобы получить грант 5 миллионов рублей в номинации «Семейная фирма», которую проводит Департамент сельского хозяйства. О том, как решить кадровый вопрос, молодой предпринимательнице долго думать не пришлось. Ее мама – бухгалтер в сфере сельского хозяйства с 20-летним стажем, а папа – строитель. Зоотехника решено взять на аутсорсинг. Сейчас Эльвина помимо подготовки к выпускным экзаменам оформляет документы на земельный участок и оборудование в лизинг. И уже осенью в хозяйство Иксановых привезут 50 телят. А в будущем девушка планирует развить и молочное скотоводство. Дарья Федерягина, Александр Киселев, Светлана Брагина, информационное агентство Курган.ру